В главном городе В конкурсе выставки «Лучший товар Казахстана» приняли участие 72 компании. И число желающих побороться за престижное звание с каждым годом растет, отмечают организаторы. Вот и в этот раз фойе Казмедиа-центра еле вместило всех производителей, которые захотели продемонстрировать свою продукцию. Ассортимент представленных товаров порадовал как экспертную группу, так и посетителей выставки своим разнообразием. Это продукция химической, легкой, пищевой промышленности, строительные материалы, медицинское, электрическое оборудование, изделия из пластика, металла, средства индивидуальной защиты. Выбирается в трех номинациях. Это лучшие товары производственного назначения, лучшие товары для населения и лучшие продовольственные товары. В этом конкурсе не участвуют предприятия, которые оказывают услуги. Участвуют обычно с одним наименованием продукции какой-то. По каким параметрам выбирают? Доступность населению, чтобы население знало. Кроме этого критерии это, конечно, высокое качество, наличие сертификата в соответствии, хорошее сырье, хорошая упаковка. Компания «Вэлс» производит электрощитовое оборудование с 2008 года. Однако в конкурсе принимают участие впервые. Хотя их продукция сегодня очень востребована, ведь «Астана» стремительно застраивается. Щиты и шкафы от «Вэлс» установлены в большинстве столичных зданий и домов. Сегодня компания осваивает автоматизированные щиты, которые дистанционно могут управлять пожарными насосами, станциями пожаротушения. Но на конкурс выставили свой самый популярный продукт – этажный щит. Используем только казахстанское сырье в плане металла, потому что металлические корпуса для шкафов мы изготавливаем сами. И, соответственно, металл мы покупаем в Тимиртау. На экспо мы делали поставку, там павильоны на нашем оборудовании стоят. Ну, также наша продукция, она в Алмату делаем поставки, в Актау, в Караганду, ну, по Казахстану. На экспорт пока нет, но основным потребителем все-таки является «Астана», так как мы здесь, и здесь большой объем строительства проходит. У павильона электрощитов женщины практически не останавливались. Зато от них не было отбоя у стенда компании «Казана Голд». И неудивительно, предприятие, работающее на рынке 4 года, производит ювелирные украшения и сувениры из драгоценных металлов. Это драгоценный сувенир, называется «Умыс Самру». Он сделан из серебра, драгоценные вставки из топаза и фианита. Такие сувениры мы изготавливаем также из золота. В своих изделиях ювелирный дом «Казана Голд» использует исключительно казахстанское золото. Оно закупается на финажном заводе «Таукен Алтен». Камни привозятся из Индии и Таиланда. Золото достаточно. Проблема в том, что у нас недоработан закон ювелирной отрасли, то что у нас в Казахстане уходится очень много контрафактных камней, контрафактного золота, которое зачастую не соответствует своей пробе. То есть там может быть примесь лишних металлов. То есть когда при изготовлении золота плавится, может выясниться, что там еще какой-то посторонний металл. Поэтому в своих изделиях мы используем только очищенное золото. Да, нужные пробы мы выплавляем сами и в производстве используем только наше золото. На предприятии работает опытная команда ювелиров и дизайнеров. Они создают украшения в национальном стиле. Сегодня в каталоге ювелирного дома насчитывается более 7 тысяч изделий. Мы можем выплавлять 585-ю и 750-ю пробу красное, желтое, белое золото и серебро 925-й пробу. Мы полностью даем гарантию на наши изделия. Все наши изделия проходят сертификацию в пробирной палате. Каждое изделие пробировано. Имеется наш государственный именной знак. И также голова в барсе с обозначением. Настоящим открытием выставки стала первая и пока единственная казахстанская зубная паста. Компания Gold Herbs KZ наладила ее выпуск всего год назад. Взяв за основу польскую рецептуру, предприятие разработало собственных 12. На помощь были приглашены специалисты, работавшие в Западном Казахстане на существовавшем в советские времена предприятии Северал Минт. В данный момент мы выпускаем три серии. Детскую, ИОН и Эксподента. Каждая из серий имеет свою рецептуру, свое предназначение. Детская, отбеливающая, освежающая, пробелактическая, для всей семьи детская. Используем казахстанские травы. У нас есть паста, пять трав, где мы используем алтайские травы с восточного Казахстана. Она полностью безвредная, без тора, без парабенов. То есть ее можно кушать на завтрак, грубо говоря. Это основные наши отличия. И, конечно же, цена, учитывая, что это казахстанское производство, мы стараемся держать цену на уровне. По правилам конкурса, из 72 участников заветные статуэтки достались только девяти компаниям. Один из победителей – предприятие с большим опытом ТО «Столичный хлеб». Курмопации, конечно же, аплодисменты и фото на память. Закрашается у нас «Столичный хлеб». Столичные предприятия по выпуску хлебобулочных изделий существуют на рынке более 15 лет. В 2013 году компания была признана лидером отрасли. В ассортименте продукции около 40 наименований. И товарная линейка всегда обновляется с учетом пожелания потребителей. Хлебобулочные изделия направлены непосредственно на конечных потребителей. То есть в данный момент, что и хотят потребители в данном современном рынке. Это сейчас очень много требований в отношении здорового хлеба, фитнес-хлеба. Очень многие люди как раз преследуют здоровый уровень жизни. Также наша компания борется за качество. Мы всегда имеем отличную обратную связь. То есть непосредственно какие-то замечательные пожелания наших потребителей. Мы стараемся в кратчайшем сроке это исправлять. Мы сердечно поздравляем ИП ММН «Вкусняшки» с замечательной победой. Номинация «Лучшие товары» сегодня на нашем конкурсе-выставке. А для молодого предприятия «Мамулины вкусняшки» победа на престижном конкурсе стала полной неожиданностью, признается коммерческий директор Каракос Бакирова. По ее словам, бизнес начался просто как хобби ее мамы. Оставшись без работы, женщина, всегда славившаяся кулинарными способностями, стала готовить полуфабрикаты для своих родных, друзей и соседей. А сегодня их цех производит от 50 до 150 килограмм продукции в день. Сегодня в номинации «Лучший товар Казахстана» мы представили наши детские цветные пельмени. Наше отличие – это то, что мы делаем его из натуральных красителей. Мы добавляем, вот здесь можно будет разглядеть, мы добавляем свекольные фреши, яичные желтки из зелени. Это все абсолютно натурально, это все детская продукция. Мы не добавляем ни грамма жира в наше мясо. Наше мясо очень качественное. Мы покупаем филейные части говядины, то есть наша продукция сертифицирована халал. И мы как бы представлены во многих супермаркетах города. На минусе «Лучший товар Казахстана» для населения награждает СТО «Каз Армс». Аплодисменты, друзья! Компания «Каз Армс» основана в 2014 году. Уже в следующем году предприятие получает государственный оборонный заказ и производит товар для нужд Министерства обороны, Национальной гвардии и других силовых структур страны. Бронешлем называется «Сарбаз». Это казахстанское производство. Данный бронешлем позволяет получить бойцу защиту по классу БР-1 защиты. То есть это от пули и от контузии. Благодаря финансированию через фонд развития ДОМУ предприятие приобрело новейшее южнокорейское оборудование. Уже освоено производство щитов, противоударных касок, бронешлемов, противоударных костюмов, начиная от щитков для локтей и голени, заканчивая полной экипировкой «Робокоп». В этом году куплена литейная машина, расширившая возможности предприятия. Там целый перечень изделий, которые можно изготавливать не только для военной и специального назначения подразделений, но и для гражданского населения. От стаканчиков для йогуртов, заканчивая касками строительными, для нефтяников. Любым изделием все, что делается из пластика, можно лить на этой машине. Вот сейчас у нас около 60% получается казахстанское содержание. Это связано с тем, что, к сожалению, мы пока сырье приобретаем за пределами Казахстана. А как только мы свое производство запустим, вот это 2019 год в наших планах, то тогда мы возьмем полный цикл производства. Будет от начала до конца. А продукция следующего победителя используется в самых мирных целях. Компания Барк Технологи представила свой аппарат Барк Виброланг. Разработал его врач-анестезиолог-реаниматолог Анатолий Сергеенко. Он предназначен для лечения и профилактики патологии органов дыхания. Принцип работы основан на воздействии мощного виброакустического сигнала, который генерируется специальными излучателями. Аппарат уже стоит на вооружении некоторых медучреждений страны. У нас свое производство, штат сотрудников, где разрабатывается и собирается аппарат от начала и до конца. То есть полноценное производство существует в Астане. Имеется сертификат СТКЗ и процентная доля составляет 93%. Наши аппараты уже успешно эксплуатируются и стоят на пробации в Республике Беларусь, Российской Федерации и в Республике Узбекистан. В этом и есть уникальность нашего аппарата, потому что аналогов в мире и нашему аппарату нет. Сегодня все больше производителей осознают, как важно участие в таких конкурсах. Они помогают найти потенциальных партнеров, продвигать местные отечественные товары на рынке нашей и соседних стран. Делают узнаваемыми отечественные бренды. Очень приятно видеть множество казахстанских производителей, посмотреть на других, себя показать. Какие-то новые контакты, новые знакомства, что-то новое для себя узнать. И широкий спектр потребителей уже о нас видят, знают, пробуют непосредственно. То есть непосредственно в контакте с нашими потребителями. Вот такие выставки, они быстрее открывают двери бизнесу, до государства, до различных государственных организаций достучаться и пригласить. Не успели отгреметь фанфары, а лучшие из лучших в Астане уже нацелены на финальный этап конкурса. Говорят, еще не время расслабляться, почивая на лаврах. Каждый из девяти победителей надеется, что и на республиканском уровне их продукция придется по душе и экспертам, и покупателям. И уже будет признана лучшим товаром страны.